Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку заказов или обращений по формам на сайте Tilda в Google таблице. Это нужно для того, чтобы удобно хранить данные по всем источникам в одном месте. Например, в Google таблицах ввести учет всех обращений через формы или заказы на конструкторе сайтов Tilda. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. На этом этапе необходимо указать действия. Получить данные из форм. Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. После создания аккаунта кликаем продолжить. Далее необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в личный кабинет Tilda. Вставляем скопированный URL в соответствующее поле. Также необходимо добавить приемщик данных ко всем формам на сайте. Если необходимо, вы можете перейти к дополнительным настройкам и отметить галочками данные, которые тоже хотите получать. После всех настроек обязательно необходимо опубликовать изменения на странице. Далее необходимо перейти на сайт и сгенерировать новые данные на указанный вебхук. Например, нужно заполнить форму или сделать тестовый заказ. После того как вы заполнили форму или создали тестовый заказ возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите данные, которые только что заполнили на сайте Tilda. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить шаги описанные ранее. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действия. Добавить строчку. На этом этапе вам необходимо подключить ваши Google таблицы к системе Apex Drive. После того как подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь необходимо указать файл и лист, на который будут передаваться новые данные из Tilda. Теперь вы видите колонки Google таблицы. Если в первой колонке таблицы прописано ее название, оно подтянется напротив каждой из них. Теперь необходимо в колонке назначить переменные из Tilda. Для того чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из Tilda. из выпадающего списка, но и прописывать значение вручную. Когда все необходимые данные назначены в колонке Google таблицы, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы увидите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы при каждом новом заказе или заполнении формы на Tilda. Если вас что-то не устраивает, кликните редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликните отправить тестовые данные в Google Sheets. После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует...